Пишет, насрал семью Нестерова. Уга-буга, вата-админ, скажи, пожалуйста, когда в Восточной Европе крепостное право усилилось настолько, что стало почти синонимом рабства. В Англии или Завидинской эры даже был случай, когда какой-то чел притащил туда холопа из России, в итоге создав правовой казус. Может ли Польша догнать Запад? Как-то много вопросов, но, во-первых, что касается того, что притащил холопа из России, холоп это как раз прямое рабство. Это не то же самое, что крепостное право. Холоп это, собственно, и есть раб. Крепостной это не раб. Крепостной это представитель населения, которое несет тяготы, тягло, как одно из сословий, которое должно служить государству. То есть, московское государство, потом русское государство, оно формировалось как военизированная структура, которая должна была постоянно готовиться к борьбе со степью. Собственно, благодаря тому, что это государство степь победило, оно и превратилось в империю. Китайцы так и не смогли степь победить, русские в итоге смогли. И в этом государстве каждое сословие, каждый человек, он должен был выполнять свои повинности по отношению к государству. Каждый. Это касалось и крепостного, это касалось и дворянина, и всех остальных. Потом этот принцип разрушился, когда Павел III отменил обязательную службу для дворян. Ну, понятно, это уже намного позже. Что касается крепостного права вообще в Восточной Европе, то самым сильным оно было в Речи Посполитой, где между дворянином, между помещиком и крепостным существовала простая разница. Помещик был, скорее всего, католиком, а крепостной был, скорее всего, православным. И католик воспринимал православного, ну, не как не христиан, но, в общем, как человека низшего порядка. В результате в той же самой Польше власть помещика над крепостным была абсолютной. Он мог с ним делать, ну, по сути, вот это и было как раз рабство, причем даже в больших масштабах, чем, скажем, в Америке 19 века. Потому что в Америке 19 века хозяин не мог по своему желанию убить раба. А польский помещик, в общем, мог, грубо говоря. Русский помещик тоже по своему желанию просто убить крепостного не мог повесить там и так дальше. Мы знаем, конечно, все истории о том, как там забили до смерти батагами. Но, по идее, это все должно было расследоваться в соответствующей комиссии. Другое дело, что не расследовалось. Игла Салтычиха, ну, не всегда расследовалось, да, и были все вот, значит, крайности. Но, в принципе, да, отношения между ними были как между податными классами. То есть это не было отношение рабства. Это была идея о том, что дворянин служит, значит, царю, а, значит, крепостной служит дворянин. Потом, после Петра, это разрушается. И проблема-то заключается в том, что дворянина освободили в 62-м году, да, в 1762-м. А крестьянин после этого оставался крепостным еще сто лет. В этом-то, собственно, и заключалось главное. Главное, наверное, что не сделало царское правительство за все время своего существования. Не отменило крепостное право тогда, когда нужно было его отменять. Может, при Екатерине, может быть, при Александре, может, при Николае, но в любом случае слишком поздно это произошло уже при Александре II. Ну, вот еще пишет дефлоратор, да. Вата, а как вы считаете, была ли война 12-го года причиной того, что крепостное право отменили на 40 лет позже, чем могли бы? Ведь экономика Российской империи понесла очень серьезные потери после заграничного похода и войны 12-го года. Ну, вообще, это известная история, да, что, ну, есть, по крайней мере, такая версия, что Россия больше всего способствует развитию проигранной войны, да, и мешает развитию войны выигранной. Ну, не знаю, насколько это правда или нет. По крайней мере, война с Швецией позволила создать Российскую империю. Хотя многие, опять же, считают, что это был шаг назад, но это вообще древний вопрос о том, какое значение имели Петровские реформы в целом развитии страны. Да, об этом спорят со времен славянофилов и западников уже 200 лет. Не знаю, Милюков про это писал, свою докторскую диссертацию и так дальше. Что касается того, что отменили бы нас 40 лет раньше, понимать, что ведь Александр Первый, он хотел отменить еще до войны 12-го года, да, и Конституцию Спиранского, ну, не совсем отменить, но, скажем так, дать крепостным гражданские и политические права. Ну, что это за крепостной, если у него есть политические права, сами подумайте. Да, ну, в общем, это натолкнулось на очень серьезное противодействие аристократии. Проблема здесь как раз заключалась в том, что центральная власть России была не излишне сильна, а, видимо, как раз излишне слаба. Она была слишком зависима от аристократии. В общем, это примерно то же самое, что было, скажем, с Речью Посполитой, но там это было в гипертрофированном масштабе, и это привело к развалу Речи Посполитой. Вот в этих восточноевропейских крупных государствах, в Речи Посполитой, да, опять же, в, ну, кстати говоря, даже в Австро-Венгрии в каком-то смысле, тогда еще в Австрийской империи, да, в Российской, собственно, империи, да, в этих государствах была гипертрофирована власть аристократии, что, в общем, во многом, наверное, приводило. С одной стороны, аристократия была проводником европейской культуры, значит, модернизации всего остального, с другой стороны, аристократия выступала реакционной силой. Но это, опять же, отдельная большая тема, на которую можно говорить очень долго.